Я даже никогда не слушал Пугачёва, говорит, ладно, сидел что-ли, чёрт возьми. Пикассо Пикассо вместе с Феллини Хемингуэем, Эрихом Марией Ремарком. Я же поверхностный, как положено журналисту. Какой милый к тому же. Хряпнуть, хорошо берёт, так. Ну мне было так хорошо, просто наживаться, да. Я просто это люблю, нет. Мы будем гордиться. В коленных чашечках застынет жидкость просто. В России журналист очень редко становится настоящей большой полноразмерной звездой. А если это всё же удаётся сделать, то, как правило, слава эта длится не так долго. Мой сегодняшний собеседник стал великой звездой журналистики на рубеже 80-90-х годов и остаётся ею по сей день. Более того, в последние 15 лет он начал выпускать книги. И книги эти поразительным образом усугубили его звёздный статус и стали огромным событием в мире не только литературы, но и медиа. В уходящем году, несмотря на надежды на то, что у всех настанет свободного времени гораздо больше, странным образом его стало только меньше. И это повысило ценность тех фрагментов времени, которые раньше мы не могли наполнить смыслом. Я очень много читаю по работе глазами, а благодаря аудиосервису Storytel я получила возможность даже то время, которое я не могу потратить на чтение, всё равно тратить на чтение. За этот год я переслушала огромное количество русской классики, и главным открытием для меня стали прекрасные тексты Толстого, Тургенева, Достоевского, к которым я смогла вернуться именно благодаря аудиосервису Storytel и аудиокнигам в целом. Мой сегодняшний гость обладает удивительной способностью. Он может читать знаменитую повесть Льва Толстого «Два гусара» практически наизусть. Если пока что вы не достигли таких глубин знаний русской классики, как это сделал Леонид Парфёнов, я очень рекомендую вам прослушать двух гусаров на аудиосервисе Storytel в исполнении блистательного Григория Пиреля. Леонид Парфёнов Здравствуйте, Леонид. Спасибо большое, что пришли со мной поговорить. Спасибо, что позвали. Большая радость и честь для меня. Спасибо, спасибо, спасибо. Я, наверное, первый журналист, который у вас настоящий литератор, а это журналистика в твёрдом переплёте. Бывает и такая? Вот. Как раз я об этом хотела. Буквально вы упредили первый мой вопрос. Во-первых, я вас поздравляю с выходом очередной книги. Я уже сказала, что я являюсь их опытным покупателем, потому что это тот самый случай, когда книга – лучший подарок. Особенно хорошо на годовщины свадьбы идёт. Я всегда думаю, что она новогодняя. Поэтому, собственно, когда снежок метёт, тогда и стараюсь. Под ёлочку тоже очень хорошо идёт. Но я хотела вас спросить, потому что по всему опыту моего с вами общения мне всегда казалось, что вы, конечно же, из наших. Вы должны были быть настоящий филолог, писатель. Почему вы журналист? Как такое могло случиться? Чистое же недоразумение. Я ничего не умею придумывать. Мне нужно, чтобы было документально. Я вот тут объяснял другу, своему Оксимирону, что я работаю на довальческом сырье. Он сказал, что это слово он обязательно куда-то вставит в рэп. Так что вот ждите в русском рэпе, будет понятие «довальческое сырьё». Понимаете? Вот я делаю фильм про грузинское вино, но я не из головы, я чернильницу не в мозг макаю свой. Для этого должен состояться феномен нового грузинского вина. Кахачитяшвили, Нукри Курдадзе, Реки Блонти и прочие-прочие замечательные люди. Ягобит Иришвили обязательно в коем случае нельзя забрать. Это драгоценный человек. И я как бы эксплуатирую существующие в документальной жизни и превращаю это в документалистику. То есть вот жизнь, ну это совсем маленький шажок. Это просто способ технологический, как перевести существование оранжевого грузинского вина в вид какой-то такой экранной продукции для малого экрана. И вот всегда так были устроены? Я ничего не могу придумывать. Совершенно. Я вчера вот буквально разговаривали про Щукина и Морозова. Я очень хочу, чтобы был такой игровой фильм. У меня был документальный «Глаз Божий». Я сказал, что на весь этот документальный фильм я придумал только одну фразу. Это когда Серов заканчивает портрет Морозова. И он говорит, мне ребята сказали, что он должен как-то выйти через какую-то фразу. Там должна быть какая-то оценочность. Я смотрел, смотрел. Это Морозов сидит на фоне картины Матисса, которая с Серовым воспроизведена почти полностью. Редкий такой случай. Ну вот. И, в общем, я придумал эту одну фразу. Он якобы что сказал Серову. Валентин Александрович, подчеркните блеск кольца. Пусть потом знают, что женился поздно и жену любил. А там была Дося из Яра, цыганка, пивунья у Ивана Морозова, женой. Ну... Все. Ничего больше. И то мне сказали, что надо, чтобы он как-то свой портрет оценил. Но ведь то, что вы делаете сейчас, это такая довольно странная форма журналистики. То есть это... Вы довольно далеко ушли от той журналистики, которую мы все имеем в виду, когда говорим слово журналистика. То есть сегодня это скорее какая-то кинодокументалистика. Журналистики не расследовали, но исследовали. Оно реконструкционно. Я же не снимаю. Вот не так, как вот там школа Разбежкиной, скажем. Да, вот это наблюдение действительности очень затратное, энергоемкое. Я с огромным почтением отношусь, но просто я в этом жанре не работаю, не чувствую себя в нем. Ну да, у вас там все равно есть история, и есть некоторый внутри встроенный сторителлинг, который как раз меня и заставляет подозревать. Вот я и слов таких даже не знаю. Вот Господь с вами. Нет, понимаете, это еще иногда называется... А можно я вот проиллюстрирую методы, да? Это еще называется инфотеймент иногда, в том смысле, что информация, которая развлекает. Мне это кажется, что она не развлекает, а увлекает. Она должна некие, ну вот как, не знаю, философский пароход или Дальний Восток, или вот Филонов, или взъятие церковных ценностей, или еще там чего-то, она должна передавать, вот не испугаемся буржуазного звона, фига и ответим на ультиматум Кирзона, должна передавать так, чтобы, ну, это эмоционально захватывало, да, это впечатляло. Не вот в умности под названием «много буков». Нет, ради бога, пусть и они будут. Это тот формат, которого нет. Это я сам до такого формата дошел. Вот эти тома-альбомы. Потому что бывает либо много иллюстраций, совсем чуть-чуть текста, либо очень много текста, а иллюстрации где-то там вклеены и являются заведомыми иллюстрациями. Нет, здесь это живет как единство. Картинка, текст, заголовки и их монтаж, их соотношение крупного и этого черно-белого и вот такого цветного Петрова-Водкина с натуры и так далее, и так далее. И дорогой длинной только раз бывает в жизни встреча одновременно с переименованием Петрограда в Ленинград, от Рыков в качестве премьера «Первый мавзолей и признание СССР за границей». Вот оно так, попытка создать некий поток жизни. А вот таким был 1924 год. И вот так он должен эмоционально увлечь читателя. Но все равно это журналистика. Да, она со сложным гарниром блюда, но... Вот вы знаете, я очень люблю ваши книжки, совершенно искренне об этом говорю, и более того, я их постоянно использую в своем педагогическом процессе. Потому что я... Когда мне, например, надо объяснить моим студентам про советскую литературу 60-х годов, мне до начала им надо объяснить про 60-е годы. И тут нет подспорья лучше, чем ваш соответствующий том наметни. Но я всегда с огромным восхищением и не то чтобы недоверием, но таким опасливым интересом смотрю за тем, как вы выбираете феномены. Ведь на самом деле мы же понимаем, что количество кирпичиков бесконечно. Но для Тома оно конечное. Значит, их можно отобрать. Вот они кирпичики, которые отбираются. И это как раз ведь и есть тот самый сторителлинг, когда из бесконечного набора объектов вы выбираете... Помните, мы с вами... Ну это как мозаику складывать. Ну и что, нормально. Но их можно же сложить... Можно же сложить так, но над этим не стоит особо морочиться, потому что ты таков, и ты складываешь такую мозаику. И меня, например, восхищает, что в 1924 году Фомин пишет новоделы такие, которые считаются старинными русскими романцами. В один год только раз бывает «Жизнь и встреча» и «Дорога длинная». Причем женский и мужской вариант сразу. Вот. Это показатель НЭПа. То есть они до такой степени хотели по дореволюционному угорать, что эти жестокие романсы, граммофонная культура дореволюционных трактиров, вот она воспроизводилась при советской власти просто в ноль. Настолько, что кажется более дореволюционной, чем даже те. И русское зарубежье, потому их и подхватывало, как свои. Ивертинский первый записал мужской вариант за границей от Церетели в Советском Союзе женский. Ну, мне просто кажется... Ну, это, да, это произвол. И кто-то скажет, что... Это ваш произвол. Да, ну не так важно. Окей, я же не золотом на мраморе. Пожалуйста, сделайте свои представления о мозаике 1924 года, о мозаике НЭПа там, что там еще. А при этом Эрнст Тельман, Руфронт, и поэтому с 9-летним опозданием выходит Чарли Чаплин вот с усиками, тросточкой и прочее. И еще приходит через Францию, поэтому поначалу называется Шарло. Он не прямо из Америки был заимствован. Да, и Маяковский писал, не вы, это он обращается к буржуа, не вы, я уверен, не вы, я знаю, над вами смеется товарищ Шарло. Ну, вот мне кажется, что это важно. И то, что существуют блатные всякие куплеты того времени, я в усикенне брею, большой живот имею, хожу по ресторанам, ищаю по кормам, да. И там на палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал. А я ведь еще помню эту песенку в живом бытовании. Мой дедушка ее пел, как настоящую живую песню. Да, да, да. Вот, и это, я через это, потому что мне кажется, что в таком случае это время впечатляет. В таком случае оно дает, ну, она эмоционально резонирует, и читатель способен, вот, ну, что такое размежевание Средней Азии? Ну, дело в том, что Туркистан... Да, ну, вот какая красота, действительно. А ведь это важная красота. Это туркмен, он халтикинцы, это туркменская папаха такая. Но это уже туркмен-чекист. И он охраняет кушку, самый южный рубеж Родины. Ну, бывшей Российской империи, в смысле, конечно, при Александре Третьей завоеванной. Вот. Но вот здесь теперь мы можем доверить, а это самая проблемная граница. Тут Иран, Афганистан и Индия сходятся. То есть Англия подкрадывается. Да, да, да. Это самое, опять ледовый, как там, русский ледник, нависающий над жемчужиной британской короны. То, что ты называл отец Черчилля. Мне просто всегда казалось, что вот то, что вы увидели, оно на самом деле рассказывает не только о времени, но и о вас. И вот, скажем, помните, мы с вами это как-то уже обсуждали, про вот это прекрасное начало повести Толстого «Два гусара», в котором идет бесконечный вот такой мозаичный перечень. Да, 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 это и есть. Я из этого придумал намедник. Да, это прекрасная история. Если вы еще раз расскажете, я буду очень счастлива. Я попытаюсь, что называется, близко к тексту, но совсем не близко, конечно, к тексту. На самом деле, почти наизусть я проверяла. Воспроизвести «Два гусара», из чего придуманность намедник. Их что, кстати, сказать, этот подбор кирпичиков вышеупомянутых, он тоже говорит о Толстом. Конечно, он говорит о Толстом. И о его иронии по отношению к этому времени. Именно так. И о том, что вообще он видит. В 1900-х годах, когда не было ни шестейных, ни железных дорог, к ней не вели безлаку, ни электрического, ни какого-то там, не помню, света, когда обстановку в комнатах расставляли симметрично, не было ни разочарованных юношин, ни дам со стеклышками. Наши отцы были молоды не одним отсутствием седых волос и бросались из угового угла комнаты к любому случайно и не случайно уроненному платочку. А наши матери носили тонкие талии и огромные рукава буф и решали семейные проблемы вытаскиванием записочек. Это имелось в виду варианты какие-то. Когда, отправляясь из Москвы в Петербург или обратно, неделю тащились по пыльной или снежной дороге и свято верили в валдайские колокольчики и пожарские котлеты. В те наивные времена, что-то там еще тугенбунда и чего-то, чего-то, Пушкиных, Давыдовых, Милорадовичей в губернском городе Н состоялся дворянский съезд и проходили выборы. Что-то там вот типа того. И понятно, что это ирония. Там у него было такое и в начале декабристов. Кто не жил в России в 56-м году, тот не знает, что такое жизнь. Я потом это использовал в детях 20-го съезда, поскольку там он просто 56-й, а не 1856-й. Я не могу фигурировать. Вот это сочетание. И это толстовское замечательное открытие, что оказывается сочетание валдайских колокольчиков, пожарских котлет, молодости родителей, отсутствие электрического света, разочарованных юношей, это всякие там народовольцы, дамы со стеклышками, то есть эмансипированные дамы в пенсне, которые не скрывали близорукости, которые гордились своей умственностью. Вот. Это все он, конечно, с иронией, конечно, с издевкой. Наивное время Пушкина Хамила Радовичей. Да, и там же эпиграф. Жемини да жемини, а обводки не полслова. Денис Давыдов. Удивительно современно. Да, да, да. Понимаете, вот это все весело. И для меня это, кстати, показатель, в который раз, что значительная часть русской классики, ну, не Тургенев, например, ну, вот Толстой точно, это веселое, модное, занятное чтение, кроме всего прочего, кроме того, что это великое человековедение, кроме того, что это безграничное знание жизни, вот, и понимание слабости человека, и желание ему счастья, и эмпатии, и чего угодно еще, это еще и огромная веселуха вот такого нарратива, когда ко всему иронично в этом времени. Вот Тургенева так упомянули. Вы знаете, я тут в карантине перечитала позднего Тургенева, и он, конечно, совершенно великий писатель. Нет, ну, все равно основные романы, их никто читать не будет больше. А вот позднего Степной Королир производит до сих пор оглушительные впечатления, я должна вам сказать. Я попробую. Попробуйте. Да, с батенька вы должны быть. Вот. Я попробую перечитать, да, но я из-за чего-то, помню, пытался читать Дворянское гнездо, отсюда дети. То есть я-то читал, и это нормально, но я понимаю, что теперь уже никому не зайдет. Никому не заходит уже Ильфа Петров и Зовщенко. Зовщенко, мне кажется, нет. По-моему, Зовщенко не умер. Ильфа Петров тоже. Нет, 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 нет. Нет. Понимаете, не умер, это не значит, что Тургенев тоже не умер. Ну вот Ильфа и Петрова, я как человек, который ни разу в жизни не смог дочитать Ильфа и Петрова от начала до конца. Это почему-то всегда с женщинами. Вот это было сексистское высказывание. Ну, я не знаю. А вам что-то? Ну, какие-то 12 стульев из золотого теленка это всегда были парни. А вот есть такие специальные люди, которые даже будут всегда. Которые говорят, да, и это всегда мужчины. Ну, теперь они состарились, а когда-то они с молодостью решили, что это джентльменский набор Астрот, с которым надо знакомиться, ухаживать за девушками, вести себя в компании и так далее. И они напропалую трещат вот этой всей дурью. А вы владеете вот этим? Нет, я могу припоминать какие-то ключи от квартиры, где деньги лежат. Ну, это даже я могу. Пешеходов нужно любить. Потому что с этого начинается... На первой странице еще написано. Да, возможно. Там пешеходов надо любить первая строчка, а первая фраза после того, как... Так, это Ростов произносит. Да, да, беспризорник, который у него наглупо просил 20 копеек, он ему говорит, может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат. Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат. А вот еще с Тругацкими люди разговаривают. Вы не обращали внимание? Этого нет, не было. Я не шестидесятник. Я тоже не шестидесятник, но родители-то разговаривают. Ну, родители шестидесятники. Да, конечно, конечно. Вот выбегала-пробегала, да. Ну, я знаю какие-то такие вещи, но меня никогда не захватывало. Это не... А родители до сих пор тоже? Я вот сейчас пытался это объяснить, как вот приходит новый советский человек и перечитывал что-то из Ущенко и понимал, что никто это теперь читать не будет. Все это невозможно. Вот пришел советский обыватель. Вообще вся эта литература, она про что в конце концов получилась? Про то, что нет никакого нового советского человека. Те же обыватели, только еще хуже, чем дореволюционные, в худших условиях, обывательских и прочее, прочее. И это все там... Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочкиная, фельдикосовая или мопсик в ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка, мне не баба вовсе, а гладкое место. Это вот пришел новый гегемон. И заговорил. И Михаил Михайлович это записал и экстрактировал. Свел до железобетонных форм. Но ведь на самом деле я вообще понимаю, что огромная часть литературы нуждается в комментарии и примечаниях. Вот прекрасная цитата из двух гусаров. Вы видели, как она выглядит в полном собрании сочинений? Я специально, когда мы с вами готовились к той нашей беседе, перечитала этот... Собственно, прочитала впервые эту повесть благодаря вам. Она выглядит там каждому слову вот такая сноска. Да. А я не знал, что... Ну, я видел в этом... Вы в электронном виде смотрели? Нет, я читала, имея полное собрание бумажное, какого-то, не знаю, 80-какого-то года. И там реально на каждом... Вот это типа там 90-тонная-то, которая была, да? Нет, оно сколько... Поменьше что-то, типа... Ну, страшное что-то. Ну, здоровенное, да. И натурально там на каждое слово сноска. И я вот понимаю, что вот, например, сегодняшнему человеку поди объяснить, что такое фельдеперсовое. Вот много ли мы знаем людей, у которых слово фельдеперсовое в живом бытовании? Ну, нет, и там какие-то еще были похожие слова. Там что-то из этого шелка, что-то из этого нитяное. Ну, в смысле, ХБ. Вот. Ну, это же не важно. Вот или мопсик у ней на руках, или зуб у нее золотой, то такая аристократка мне не баба вовсе, а гладкое место. Но это все равно... Даже если объяснить, что это за фельдеперс и фельдекоз, все равно от этого смешней-то не станет. А мне кажется, что Толстого, этот текст, он занятен и смешон, в особенности без сносок. У меня старое собрание сочинений такое, неполное, которое... У меня тоже подсильное, неполное. Которое... Без каких-то сносов. Просто вот идет текст. И там, как часто русской классикой набиралось, есть такое понятие, елизаветинская гарнитура. Это когда... Ну, такой шрифт. Это когда Щ, например, и Ц, они вот с такими вот загибульчиками хвостик. И тогда, когда это написано... Вот Пушкина всегда так печатают. Хотя это илизаветинская. То есть она как бы... Пусть это аж под 18 лет. Вот. И когда невозмутимо таким вот образом вот с этими... Чей и Ц написано про веру в валдайские колокольчики и пожарские котлеты, там Ж тоже такое... Ну, такой вот жучок. Как вот Ж объясняют маленьким детям, когда их учат грамоти. Это Ж-жук. Вот. И рисуют такого как бы с лапками. И мне это кажется, что это... Ну, если у человека есть вкус к изящной словесности, то, что называется, вообще к художественному слову, то сам период этой речи и само это перечисление, и эта дробность, и сочетание несочетаемых разношерстных каких-то разномастных вещей, оно должно поражать гомерический просто хохот. Ну, вот я, честно сказать, не уверена. Я тут недавно пыталась перечитывать раннего Пелевина. Он вообще непонятный. Ну, может быть, он действительно больше на реале. То есть это шутки, которые мы уже... Я уже восстанавливаю с трудом. Да, я на день рождения Тани подаю кольцо де Бирс. Вот, вообще-то. И сережки от Армани кто-то будет закатись. Ну, да. Солидный господь для солидных господ... Ну, это и сейчас. Нет, никто не помнит. К поясу Богородицы была специальная очередь. Были виповские билеты, да. Все равно никто не помнит про то, что это... Или дым отечества не сладок и приятен, реклама сигарет парламент. Я моим студентам объясняла это минут 15. Они не понимают. Ну, да, расстрел Белого дома. Конечно, это все такая давно ушедшая реалия, которая очень быстро устаревает. Ну, что делать? Ну, что делать? Возвращаясь к, собственно, вашей книжке и к ее переходу из одного формата в другой. Она же... Я, опять же, помню время, когда на Медне это был разговор, вживую разговор с видео. А как вам кажется, вот этот переход в плоский книжный формат, он что-то для вас самого изменил вот в этом вашем взгляде и подходе? Мне это кажется даже более адекватным, потому что... Мне он вообще больше нравится. Потому что здесь можно больше написать. Вот 20-е годы вообще нельзя сделать на экране, потому что просто мало хроники. Ну, что я на этих фотографиях, что ли, сделаю? И они-то притащены. То есть это карта Тамбовской губернии. Да, вот хорошо. То есть от Тамбовского восстания есть вот снимок и вот снимок, где, собственно, Антонов. Вот это Антоновщина. Ну, а это уже там другое. Ну, Тухачевский, это он не буквально же Тамбовский. Да, есть приказ Тухачевского о применении газов против восставших, когда их выкуривали таким образом из леса. Ну и все. На этом этот текст не может держаться на экране. Так что уже этот подход точно иной. Для меня это нормально, потому что, с другой стороны, вот без этих картинок, без того, что это я выбрал, как стоит Муссолини, здесь вот эта рука, и от пальца идет надпись Муссолини. Я же это все верстаю сам, я же сам сижу на верстке. Да, я сначала это все выбираю дома и разлиновываю на листочках, где что-то, сколько зайдет, потом оно что-то там сыплется, и потом мы подправляем. И человек исключительной добросовестности и профессионализма, Дамир Залилединов, вытерпел меня вот все эти девять томов. Это дизайнер с очень таким большим вкусом, аккуратностью. То есть он, в общем, кроме того, что работает сам, еще является моими руками, ибо я работать не могу. То есть я... Только тыкать пальцем. Да, я только тыкать пальцем и толкать под локоть, особенно. Вот, понимаете, это же Варвара Степанова, жена Родченко, запечатлела в цвете, для того, чтобы это было видно, как это было в цвете. Сейчас, кстати, все надписи восстановлены, потому что, в принципе, эпоха черно-белая. Что такое это советская реклама, что такое нигде, кроме как Муссельпроме. Понимаете, я все равно без картинки, я насмерть ушибленный, и, конечно, картинкой я иначе не могу. Я без картинки все равно ничего не могу рассказывать. Видите, я здесь хватаю без конца книжку, потому что я не могу без иллюстрирования, без того, чтобы пальцем тыкать это вот так, вот такой значок динамо, а вот хождение по мукам, как важно, что первый тон в дореволюционной еще орфографии. Что первый тон, он еще в Берлине. Что первый тон, он еще хороший, давайте посмотрим, правда, в глаза. Он еще в эмиграции. Ну, понятно, он свободен написан. Ну, и так далее, и так далее. Тут же Зовченко, который был. А вот скажите, вот вы же пришли к нам с того великого большого телевидения 90-х годов, а сейчас практически все, что вы делаете, живет в Ютубе. А вы какие-то чувства по этому поводу испытываете? А для меня такая же работа. Вот эти серии на Медни, которые сейчас выкладываются на Ютубе, их уже, их 12 только в этом, ну, в 2020 году. То есть, это, во-первых, объем работы более чем эфирный. Вот, во-вторых, они сделаны с эфирным качеством и сняты они в том павильоне, в тех павильонах, в которых вообще снимаются все эти телесериалы, а медиа, бывшие ГПЗ-1, которые... Привет, я Леонид Парфенов. Это события, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить. Еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Так что в этом смысле для меня нет вообще никакой разницы. Ютуб в этом смысле лишь форма доставки на дом. Мы же все равно заняты аудиовизуальным обслуживанием населения на дому. Шикарный фрублерок, который надо записать. И неважно, где ты там произвел, важно, чтобы оно до дому дошло. И Ютубам даже удобнее, чем эфиром, который идет вот сейчас и потом не повторяется в доинтернетовские времена. Для чего это? Знаете, я на самом деле чувствую очень большую разницу. Это вообще одна из моих любимых тем последнего времени. А ведь чем было прекрасно и ужасно НТВ 90-х годов? Тем, что его смотрели абсолютно все. Оно было универсальным. Это было то, что называется common knowledge. Все разговаривали цитатами из тогдашнего наметни. Сегодняшний вот этот информационный, большой информационный поток, он же развалился на миллион маленьких кусочков. А вот... Так и должно быть. Михаил Леонидович Гаспаров говорил, что для единства России очень важно, что вся страна знает, от чего умерла Анна Каренина. Ну, что вот это такая вещь, которая обеспечивает некоторое единство. Она сейчас тоже обеспечивается. Отчем? По мере ухода от тоталитаризма, авторитаризма, конечно, дробиться, как я вот всегда говорю, не могу больше ничего придумать. Один раз так сказал, теперь, повторяю, в любой аудитории проходит всегда на ура. Слава тебе, Господи, нет у нас никакой единой России, кроме той, что неспроста пишется в кавычках. Мы никогда не будем больше единой. И слава Богу. И кажущееся единство, которое навязывается сверху, и лоялизм к власти, который тождественен патриотизму, якобы, потому что власть сама по себе равна родине, и без Путина нет России, и прочее, и прочее. Ничего более русофобского... Если не Путин, то вход. Да, да. Я это... Ничего более русофобского представить даже невозможно, чем такая фраза. Как раз в терминологии патриотов, если применять понятие русофобия. Поэтому ничего страшного. Люди живут одним. Единство поддерживается не тем, что один генеральный секретарь поздравил нас с Новым годом, потом одна Пугачева поет, а один Жванецкий шутит. Это в тоталитарной стране на каждую отрасль есть свой Сталин. Мичурин – Сталин садоводство, а Пугачева – Сталин эстрадной песни, а Жванецкий – это Сталин сатиры и юмора. А до этого Райкин. Но ведь так же было не только в советском тоталитарном обществе. То есть в Америке совершенно не тоталитарной все читали один набор писателей. Ну и что? А сейчас это не... Ну, тогда была литература центричная эпоха. А литература, когда отрасль только одна, через которую все воспринимается, то, конечно, внутренняя иерархия этой отрасли становится иерархией общественной жизни. Ну, я не верю, кстати, сказать, что такой уж литературоцентричной была Америка тогда. Была, конечно. Ну почему нет? И все слушали сенатору. И все слушали, знаю, Дюка и Лингтона. И от того, что Луи Армстронга тоже слушали все, от этого становились менее... Страна становилась менее российской. Ну, все равно есть общие тренды. Какие общие тренды вы видите сегодня? Потому что вот у меня есть ощущение какого-то бесконечного раздробления на все более мелкие кластеры, в которых люди закапсулируются, начинают принимать их за целое. Нет, я думаю, что люди хотят успеха, люди хотят самореализации. Они даже не могут договориться, что такое успех. Ну и что? Они каждый по-разному. В том-то и штука, что успех не может быть единым успехом. Иначе все бы были нефтетрейдеры. Трейдерами. Сейчас, мне кажется, все были бы госчиновниками. Ну, или госчиновниками, силовиками, банкирами. Ну, если бы у всех было общее представление об успехе, о самореализации, одинаковые, ну, они бы туда все бы устремились. Зачем? Прошли времена, когда в 60-е годы главной была профессия геолог, ну, и еще полярник. Ну, слава богу, нету. А в 30-е летчик. Ничего такого я тут страшного не вижу. Нормально. Это, конечно, это индивидуализм. Ну, он давно начался. Я всегда привожу пример вот из этих. Знаете, в 56-м году Рязанов снимает новогодний фильм «Карнавальная ночь». И там, естественно, что все собираются коллективом в заводском ДК справлять Новый год. Приходят с семьями, все друг друга знают. Все это вот большой трудовой коллектив, единая трудовая семья. Как тогда говорили про заводчан. Тоже ушедшее понятие. А через 20 лет он снимает другой новогодний фильм «Ирония судьбы», в котором все, оказывается, разбрелись по двухкомнатным квартирам, как-то с переплатой купили венгерские стенки и наслаждаются тем, что полузапретных Цветаеву и Пастернака исполняют под гитару. И это тоже нормальное счастье. И за это тоже дают государственную премию СССР. И власть не видит в этом, что где социализм-то тут потерялся? Где тут чувство общности-то? Где это единство партии и народа? Ничего нет. Есть индивидуальное, отдельное счастье Нади и как это вот и зовут? Ну, кого Мягков играет? Женя. Женя и Нади. Я отношусь к редкому представителю вида. Я никогда не могла досмотреть ни разу. Послушайте. Я все знаю. Я читала. Это не ослабевает феноменальности. Безусловно. Вот и все. Можете не любить Пугачеву, но не можете не знать, что когда-то вы жили в ее эпоху. И что «Миллион алых роз» вообще первая песня, которую я сознательно помню в моем детстве. Это первое музыкальное произведение, которое на меня наложили. Каждый раз, когда в «Детях Арбата» была такая фраза, не фраза, вернее, там была такая ситуация, что в компании все запели «А ну-ка, песню нам пропой «Веселый ветер»,» один не поет. И женщина, которой нравится этот мужчина, он недавно поступил в этот коллектив, да, справляют коллективом еще тогда, Новый год, она понимает, что он сидел. Потому что советский человек не может не знать песню из фильма двухлетней давности, потому что эти фильмы смотрели все, и все знают песню наизусть. И у всех одна эта песня, любимая, которую подхватывают за любым столом. Да, я все время... Поэтому, когда говорят, что... Ой, я даже никогда не слушал Пугачева. Говорят, ладно, сидел что-либо в это время, не мог не слушать, ты ее мог ненавидеть просто, но это из любого утюга и из любой проходящей машины. Что ты будешь с этим делом? Тоталитарное время, когда одна поет, один шутит. Проблема в том, что это не только касалось тоталитарного Советского Союза. Я тоскую по временам, когда все знают, кто такой Хемингуэй. Не то, чтобы я люблю Хемингуэя. Вот честно, совсем не для меня написанные писатели. Ну, и зачем? Чего вы решаете, что все? Абсолютное большинство не могло выговорить этой фамилии. Я совсем недавно только узнал, что не в двух случаях пишется, не в обоих случаях пишется через Э-оборотное. Да ладно, что сидели, что ли? Как это такое нужно? Оказывается, нужно писать ЧЕ. Хемингуэй. Поскольку я сам никогда не писал, но по тому выпендрежу, вот как ты это не запоминалась, но по тому выпендрежу, как произносились слова Хемингуэй, Фитцжеральд, именно с таким ударением, Пазолини, Пикассо, ну вот значительно, что там казалось, что, конечно, два Э-оборотных. Это же Хемингуэй, это же так загранично, это почти как Хампердинг. Черт возьми, Энгл Берт. Вот, да. Я вспомнила, господи боже мой, вот оно в каких глубинах бессознательного хранится. Да, да, да. Это же часть вот этого кода, такого, в глазе божьем приводил специально, еще помню, Ирина Александровна сказала Антонова, что вы думаете, это надо? Я говорю, это часть признания. Там что-то объяснение, как из-за Голубки Мира, из-за Девочки на шаре, вот, Пикассо, Пикассо, вместе там с Феллини, Хемингуэем, Эрихом Марией и Ремарком становится... Главным советским художником. Ну, таким паролем. Ну, да. Вот, ну, Пикассо, 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 И все это заканчивалось, остался у меня на память от тебя, портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. Она говорит, вы думаете, это надо указывать? Ну, все же объяснили. И говорит, понимаете, это свидетельство народного признания. Наверное, ведь это пили люди, которые ни одной картину не видели. Это-то и важно. Это-то и важно. Они знают, что так принято, что это будет красиво. Портрет твой работы Пабло Пикассо. Но так же, как Анна Каренина. Большая часть людей, которые знают, что Анна Каренина скончалась... Тогда вы о чем вы тоскуете-то? А мне кажется, что уже сейчас это перестает быть общим достоянием. И я реально не понимаю, а что нас будет как-то объединять. Вот в этом году коронавирус, прости господи, я в первый раз ощутила такое невероятное единство всего мира, когда все только об том и думают. Не могу сказать, что мне очень понравилось, думаю, что никому особо не понравилось, но тем не менее. Не знаю. Я не знаю, чем вас утешить, честно говоря. То есть вы не огорчены вместе со мной? Я убежден, что люди разные. Много у нас диковин, каждый чувак Бетховен. Я без конца цитирую всевозможные народные присказки, которые являются, опять-таки, выражением бессознательного ощущения отсутствия единой России, кроме той, что неспроста пишется в коричках. Окей, я тогда попробую утешиться отсутствием у вас огорчения по этому поводу. Я хочу спросить вас про... Я же поверхностный, как положено, журналисты, понимаете? И вертопрашество журналистское, оно позволяет оставаться вот в этих, как там, проклятые вопросы, как дым от папироса, растаяли в Англии. Господи, боже мой, сколько вы всего знаете. Это Саша Черный, сейчас, пришла проблема полая, румяная фифиола и рыжет на веселье. Хочу спросить вас про Грузию. Дело в том, что я выросла в Грузии, это страшно любимая мною страна. Я этого не знал. Да, я до 15, до 90-го года, собственно, до начала войны в Грузии, я жила там, ну, я прожила там 8 лет, ну, таких довольно важных для формирования меня, прости господи, как личности. А почему вы увлеклись этим сюжетом? Бог весь, не знаю. У меня разные были периоды разного увлечения Грузией. Последнее время это очень связано с вином. А вы прям правда его любите? Потому что я в целом не очень винный человек, но мне кажется, что уж если пить, то грузинское... Мой муж, надо мной всегда страшно веселиться, потому что он-то как раз любит вино. И когда я, значит, пью какую-нибудь хорошую, новую, модную хванчикару, у меня делается томное лицо, я говорю, это же как в детстве. Это единственное, что я могу сказать. Нет, ради бога. Грузите шоколад, Аленка. Но хванчикара не имеет никакого отношения к моему вину. Вообще даже, это даже просто разные планеты. Зеленые и оранжевые исключительно? Нет, нет, оранжевые. Ну, то есть Эмбервайн, то, что они называют. И они там впереди планеты всей. Ну, вместе с самыми передовыми людьми планеты. Ёжкой Гравнером и Пауло водопивцем. И там... Мне кажется, что вина Дева нельзя иметь такую фамилию. И подверсти чем? Почему? Это Словенцы. Это Фриули, Венеция, Джулия. Да, конечно, Ватердринкер. Да, это веселит сомелье всего мира. Но они в восторге от этого вина. Виноград Витовска. Это где столица Триест, где стык Словении и Италии. Это Италия, но там национальное меньшинство славянцев. Так же, как в Южном Тироле национальное меньшинство это Италия, но Трентинальта это же. Национальное меньшинство австрийцев. И там грузины в первых рядах, вот как раз названные мной уже Чатиашвили. То есть вы зашли на любовь к Грузии с юной стороны? Нет, 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 нет. Было сначала вообще и фестиваль Тбилиси-80 и потом вообще приезды в Грузию как в доступное Средиземноморье в Советском Союзе с этой кухней, с этой витальностью, с образом жизни, климатом, с сочетанием гор, моря, долин. Вот такое было ощущение. Кино, конечно, очень сильно повлияло спектакли Габриадзе и вообще художественные жесты Габриадзе разные, включая Чижика-Пыжика в Питере, они очень располагают. Чижик-Пыжик трудной судьбы, как мы знаем, его все время варивают. И это тоже часть народного признания. И даже это украшает эта история, сам монумент и легенды, которые вокруг него и должны роиться. Вот такие городские легенды Петербурга, то, что называются в каких-нибудь там книжках. То есть много разных вещей. Для меня приезды в Грузию всегда... Я в какой-то момент дошел до четырех приездов в Грузию, ровно столько же, сколько и в Питер. То есть раз в квартал в среднем. Ну, такой фермента иначе не хватает. Какой-то витамина. Питер сейчас мы проводили мероприятие в самом очевидном прогрессивном магазине России книжном подписное издание. на Литейном. Это бесподобно. Абсолютно лучший магазин в этой стране. И только они согласились на придуманное мной мероприятие. Что вы такого придумали? Три дня покупаемые, за три дня купленные книжки на новый том на медне. Все их три, я их за три дня накопившиеся, их все подпишу. Получилось 1600 томов. И еще мы оттуда проведем онлайн в Инстаграме, где показываешь, что да, подписываю, да, вот эти вороха лежат, да, я прихожу каждый день. Три дня это заняло. То есть, живые люди не приходили? Да. Отменены же живые мероприятия. Я это придумал из-за того, что отменили нонфикшн и отменили весь график выступления по магазинам, включая подписные издания, собственно говоря. Значит, оффлайново нельзя собраться, мы можем только онлайн друг к дружке послать какие-то приветы, задавать вопросы, на них отвечать. Но есть вот этот вот оффлайновый миг, я все-таки вживую подпишу том, который согрет вот этим нашим общением за эти три дня, пока мы тут 1600. Пока мы тут тусовались. Рука бойцов-то как-то отсохла. И они были в Москве, я не нашел партнера на это дело. А они его развезли, понимаете, да, то есть сначала тираж нужно привезти в Питер, я его там подпишу, а потом из Питера почти половина, наверное, этого опять-таки ушло по московским адресам, только по конкретному. Вот так это все устроено. А адресные писали или просто? Нет, нет, это уже только... Нет, нет, вообще только расписываться. Нет, ну невозможно. А, ну я представилась, что 1600. Нет, это получилось три утра по полтора-два часа. Меня всегда поражают всякие настоящие... С тем, чтобы они потом разъезжались в течение дня. Меня поражают всякие, не знаю, Стивен Кинг, который за одну встречу подписывает, не знаю, 800 экземпляров. Я всегда думала, он богатыри-то, не мы. Ну да, 800 это очень много за один раз. Я не знаю. Кстати, в ралли, к нему стоит очередь, на 800 человек. Я один раз видела хвост этой очереди, поняла, тоже там постояла со своим Стивеном Кингом и поняла, что нет на том его здоровье. Четыре часа стоять за автографом. Да, так что у вас будет уманная практика. Так что, нет, вот эта питерская для меня очень важна. И ходил я еще там Артем Гребенщикову, Диме Блинову замечательным шеф-поварам в их рестораны, которые тоже вне московской моды сделаны. И это я тоже все очень понимаю, включая винную карту, как партитуру меломаны оперы читают. Я так читаю в меню винную карту. Вот что хотел сказать автор этим произведением. Я наслаждался. Три дня в Питере провел как счастливый был, даже как всегда пробка на Кронверском днем, она вот беспричинная, и никуда нет. Я вышел и потопал до фонтанки, мне надо было на выставку Дягилева, пошел пешком даже через Троицкий мост при незамерзшей Неве. Это неприятно. Это омерзительное. Ну, мне было так хорошо, что даже зная, как вот сейчас на середине моста ты продрогнешь, продрогнешь весь до костей, вот просто, не знаю, в коленных чашечках застынет жидкость просто. Вот. Все равно я топал и довольный. И чувствовал, что я иду и улыбаюсь без причины. Просто от того, что я все время чувствую, что я иду по другой столице. И какое-то богатство России, это двустоличие. Мне кажется, что это вообще специфика вот этого года, когда у нас так сильно не хватает эмоций, переживаний, впечатлений, что вот даже вот такого рода вещи внезапно обретают ценность. Нет, у меня было вот конкретно это. Я подписал еще 600 томов, потом я заехал в музей-квартиру Шаляпина из-за вот этого портрета. Обязательно про него расскажу. Ой, это великий портрет Кустодиева. Да, вот в том-то и штука, что настоящий он в музее-квартире Шаляпина. А все то, что всегда репродуцируется, это авторское повторение гораздо меньше, более чем в два раза меньше, которое Кустодиев сделал для себя, потому что ему была дорога эта работа. А оригинал первый, Шаляпин был увезен в эмиграцию и потом младшей дочерью, которая вот здесь, возвращен, но с условием, что, ну, в квартиру, то есть он год до эмиграции висел в Петроградской квартире, потом висел в Парижской квартире и потом вернулся в Петроградскую на то же место. Это было такое условие. Он больше двух метров, а то, что в русском музее и всегда репродуцируется, и там меньше вот тут вот этих вот ярмарочных подробностей, он всего 90 сантиметров. А здесь Шаляпин больше человеческого роста. Ничего себе, почему-то мне он запомнился некрупным. потому что висит, ну, 90, это кабинетный такой вариант, а это настоящий портрет. Вот, кстати, у вас в этой книжке вообще очень много Кустодиева. Разве так уж много? А, только, только, только Шостакович. Шостакович, Шостакович. Ну, такого Шостаковича нельзя не дать. Вот, понимаете, подросток, сочиняющий первую симфонию и сразу становящийся главным композитором 20 века. Да. Ну, кто еще так запечатлел? Ну, понимаете, нет такого подростка Шостаковича. Очень трогательный, да, я сразу его вспомнила, потому что действительно, просто вы пролистывали. Да, это хрупкость, в котором такая мощь. Вот он его в ранне-подростковом возрасте, ну, так случилось, что он с детства знал Митю Шостаковича. Это и называется Митя Шостаковича. Вот этот портрет точно так, не знаю, как называется. Тут, по-моему, даже подпись. Поговорите со мной еще про Грузию, потому что я бесконечно по ней, да, я бесконечно по ней скучаю. Ну и вот в результате сложились разные формы бытования. Ну, в последнее время они еще очень обильно подмазаны вином, как с маской такой, которая, разумеется, все только улучшает и восторг увеличивает. И это высокая, высокая, как это сказать, агрокультура. Вот. Грузинская это виноделие новое, которое на буме натурального продукта, эти органические вина, которые выдерживаются в квевре на мизге, то есть белое вино по методу красного, то, что получается оранжевое, или как они называют, эмбервайн, это очень тонкие люди, в которых живет национальный фундаментализм. Вот понимаете, это то, чему учит пример Японии, когда может быть модернизация через вытаскивание сил и мощи национального цивилизационного такого фундаментализма, другого слова не подберу, потому что, ну, вино это очень грузинскость. Безусловно. Я помню страшную трагедию, когда вырубали виноградники. Как многоголосие, как и вера, вера, которая, как известно, Грузия была крещена святой Ниной крестом из виноградной лозы. Об этом у меня будет в этом фильме. Фильм будет называться «Инквеври веритус». Какая красивая получилась алитерация, прям богатая. Ну, потому что тут важно не вообще вино, а именно то вино, которое сделано амфорным способом, то есть по античному завету. Ну, по крайней мере, грузины так рассказывают. Я помню, какая была колоссальная трагедия, когда во время Горбачевской борьбы за трезвость в Грузии вырубали виноградники. Ну, говорят, не шибко. Ну, оно довольно быстро восстановилось. Не шибко зверствовали, так же, как и с искоренением религии. Все равно зверствовали так, что это очень чувствовалось и, скажем, в конце 80-х же был страшный всплеск наркомании в Белиси, потому что произошло замещение. Это огромная вообще была в тот момент трагедия. Она довольно быстро заросла, скажем так. Ну, с наркотиками в Грузии как-то всегда было. Я все время слышу. Ну, и, собственно говоря, это легализация. Она, конечно, была сильнейшим давлением снизу. Конечно. А не от того, что тут все такие либертарианцы и решили... Грузия вообще умеренная либертарианская страна. Да, да, именно, да. Тут было просто... Тут не вопрос даже какого-то лобби наркотического, наркодилерского, да, а с молоду, мне это было никогда не интересно, но с молоду в грузинских компаниях я не знал людей, которые бы не курили. Не курили, это еще полбеды. Вот как раз вторая половина 80-х... Но это было вообще всеобщее. Это было просто... Есть такой замечательный роман Михаила Гигалашвили «Чертово колесо», который вот как раз рассказывает вот о вот этой витке внезапном героиновой наркомании в Тбилиси во второй половине 80-х. Очень страшная книжка. Мною пережитая буквально вот на на уличном уровне, поэтому очень у меня откликающаяся. А когда я смотрю выпуски Парфенона, я смотрю их довольно регулярно, то есть это у меня такое комфортное... Знаете, бывает комфортная еда, бывает комфортное чтение. Вот у меня Парфенон ваш, надеюсь, это не прозвучит обидно, это абсолютно комфортное звелище. Ну, для того и сделано. Да. Ну, сейчас просто из-за серии намедней, и от того, что нет внешних впечатлений, не о чем особо рассказывать. Это я, на самом деле, ужасно тоскую. Это вот то, что я пересматриваю, потому что это такое ощущение какой-то вот дома. Вот ваш Парфенон, ну, для меня, по крайней мере, был такой очень домашний проект. Но я всегда тяжело подвисаю на этапе обсуждения вина. А вы вообще как-то давно погрузились в эту винную культуру, и что случилось, должно случиться с человеком, с советским бэкграундом, который знает, что вино бывает белое и красное, это хорошо если, чтобы вот это вот произошло вот этот вот сдвиг в сторону такого очень рафинированного винопития. Да это не рафинированно. Я просто это люблю. Нет, я не специалист. Я такой воинствующий дилетант. Мне это всегда нравилось. Вы столько слов говорите, что ты. Мне это всегда нравилось. Ну, когда нравится, когда человек чем-то впечатлен, у него найдутся слова, если у него более-менее развитый речевой аппарат, да, то, конечно, он что-то найдет, что сказать про какой-нибудь сладкий, например, лимон. Ну, вот не обычный, а вот такого абхазского разлива, что называется, да, вот который будет с оранжевой корочкой. Вот так и тут. Чего тут такое говорить? Я с 17 лет стал пить вино, в результате не пил ни портвейн, ни водку. Миновал это во всяких редакциях, которых пили все всегда, и московских тоже, а уж в Вологодских так вообще свято-боже, свято-гребкие. Просто почти ежедневно. Для меня это было всегда естественным. И когда в Парфеноне я задумался о том, как мне говорить, другой интонацией, чтобы это не получались стендапы из фильмов, первое было, это тип разговора, с которым я объясняю журналистику, режиссеру, например. Я вот все время держу в голове. Потому что я знаю, чего мы будем снимать, и примерно даже могу наговорить, набла-бла-блакать тот текст, который пойдет. Он не будет закадровым текстом, но он будет хорошо продуманным таким. То есть, ну не то, чтобы я его специально готовил в голове, ну просто я ясно представляю, про что мы тут снимаем. И вот так я говорю режиссеру. Так была найдена интонация. Второе. Я люблю угощать группы, и вообще трапеза у нас это часть производственного процесса. И всегда счет за трапезу является производственными расходами. Ну что, я раздам командировочные, и люди будут хомячить по углам, где-то кто-то каждый там свое. Ну, это нелепо. Тем более, что едим... Почему Грузия? Притом, на съемках мы едим один раз, потому что бережем световое время. Ну просто до пяти надо все время снимать, 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 пока все нормально со светом. И так появился вот этот формат Парфенона, что я сначала типа, ну что, нальем, нальем. Значит, это вот такой, слушайте, Кабернефран, вот это такой сорт, который, он вечно в ассамбляжах всяких этих, бордовских, и его не слыхать. А вот здесь, вот он какой, он бывает прозрачный, тонкий, это естественно. Ну просто, если ты налил бутылку какую-то, ты же ее не просто там хряпнуть, хорошо берет, так, дальше что? Ты же ее выбирал, смотрел, чего бы взять. Нет, это плотновато, ну днем все-таки. Поэтому там очень часто пенонуар. Поскольку это днем в три, там где-нибудь мы там снимали обычно у меня дома, какое-то красное полегче. Ну и все, а чего тут такого? Я не вижу. Вот вы уже сказали несколько слов, которых я потерялась. Ну хорошо, в бордовских винах смешивают, и там Каберне-савиньону добавляют Кабернефран для кислотной, ну чтобы оно полегче было. И его не слышно в результате. Он тут выполняет функцию ну вот этого компота сорти, там должна быть вишенка. Вот он там вишенкой. А вот наконец-то эту вишенку Кабернефрана распробовать в чистую и понять, какой он замечательный, а вечно он там загубленный в этом самом сорти, и не слышно его собственного голоса. А вы как-то этому все учили? Это нормально? Да, вот так уже гораздо понятнее. Ну нет, не учился, я так чувствую. Я же не специалист, я просто это люблю. А какие-то вещи я не люблю, не понимаю. Вот тоже бордо, и вечно на него качу бучку. А большая часть человечества бордо любит. А я его просто не ценю, не понимаю. И вообще люблю, чтобы вино было односортным. А для вас вообще вот это вот все еда, вино, оно как-то часть культуры? Или оно где-то на сорт? Нет, нет, просто нажраться, да. Я ничего против не имею такой точки зрения. Нет, нет, конечно. Это еда как топливо, вот это все очень популярная тема. Конечно, культура. Ну, тогда надо меньше, мы же не косим и не пашем, тогда меньше надо есть. Топливо-то не столько должно требоваться, и вообще надо уже на электромобиль какой-то переходить. Ну, в целом, подключился. Было бы неплохо. Я знаю многих людей, которые были бы рады. Постоял бы и пошел. Ну, я не знаю, мне это неинтересно. Мне интересно, что там со свеклой, карамелизированной, с грецким орехом и белым сыром сделал Дмитрий Блинов в Харвесте. И какое крутое из гребешков сделал Артем Гребенщиков в Бабу. Корода из гребешков. если, ну, как, это же интересно, это важно. И, вот, сет у братьев Березунских, здесь 15 минут по бульвару идти. Открываем Россию. Кажется, открываем Россию. Или даже открываем Россию заново. Ну, в общем, открываем Россию. начиная, скажем, от Камчатского краба и до какой-нибудь там Пикши Мурманской или там Калининградской какой-нибудь, не знаю, кого. Шпроты. Кто еще в Балтийском море живет? Нет, нет, нет. Ну, зачем? Ну, Камбала живет в Балтийском море. Ну, много чего живет. Я не помню, что там именно Калининградская сейчас. Я не буду даже придумывать. Но вот эти подачи, как это придумано, как сделать, как подчеркнуть вкус, его вытащить, как подать на какой-то там расщепленной рогатине ивы две крабовых клешни, которые с угольком запечены. Ну, это же... А вы видите какую-то связь между в целом культурой страны и ее кухней? Конечно. Вот мне кажется, что в России у нас в этом смысле не очень все удалось. Нет, это вам, ну, слушайте, ну, какое-то ваше представление... Это русофобия, я считаю. А какой-то там России, вот этой вот глубинной имени Суркова, где баба Маша по-прежнему по воскресеньям печет пироги. И этим... Это я, баба Маша, я пеку пироги по воскресеньям. Нет, это замечательно. Нет, русская домашняя кухня, она прекрасна. Но там хорошо широта готовки ваша простирается до, скажем, не знаю, гречневой каши с белыми грибами. Ну, это не очень большое расстояние. Ну, вот все-таки, пожалуйста, это очень по-русски. Мне просто кажется... С плавно топленым луком. Просто мне кажется, что вот, например, грузинская кухня, она действительно прям... Ты видишь, как она выросла из твоей грузинской почвы, вот она у тебя здесь вся и выросла. Ты бы зашел. Я уверен, что правильно сделаны там русские северные щи серые, вот, которые на закваске... Вот этих вот верхних листков, листок капусты, да. Внешних, внешних листков. Они даже... Они не в кочене, они наоборот от кочена торчат. У нас твановская няня такая готова. Когда это с грибным наваром и еще там с корейкой и со сливками, в которые мелко покрошен укропчик и это не забелено, вот, а капельками. Я вот так вот всегда требую, чтобы... Почему? Есть огромное количество, а всякая дичь, какие-нибудь там кабанья печень или там... Так, мне кажется, наш разговор принял... Нет, ну как? Северная кухня, она же возведена в большую мировую моду благодаря вот этой декларации северной кухни. Это Магнус Нильсон и Рене Редзепи, то есть швед и датчанин, которым мы будем гордиться морожкой, грибами, там, медвежатиной какой-нибудь, там, лосятиной, и будем делать карпаччо из лося. И оно действительно лучше. Лучшее карпаччо, оно из лося. Лось на разрезе, это как тунец очень-очень дорогой. То есть вообще никакой прожилочки. Вот только... С лосем не встречалось. Только бордовые срезы, ничего больше. Оленей? Оленина, да. Оленина, да. Олосятина? Ну, северная олень же тоже очень съедобная, прекрасная. А какой милый к тому же. А вот у меня, видимо, всегда психологическая сложность в поедании оленей, то, что они ужасно симпатичные. Ну, поросята же тоже славная. А козлята, ягнята. Все прекрасно. Есть такая проблема. Расскажите мне, пожалуйста, как вы пережили прошедший год? Вот, закончил том. Я очень усидчиво пережил. По счастью, я очень давно, ну, не очень давно, ну, сравнительно давно перешел на удаленку. Я научился все... Как вы, например, ваши фильмы снимали? Я вот смотрела вот последние выпуски на Медни, которые в этом году выходили. Вы их как снимали вообще? В павильоне? Это же павильонная съемка. А там же толпа народа? Ну, нет, это дозволялось. Ну, маски там, то есть все, расстояние. Ну, снимать репортажи, например, возможности не было. Да, вот я... Но это всего пять дней съемочных занимает. Один. Огромная, большая часть работы делается не в павильоне, дома, когда пишутся и переписываются сценарии, когда отсматриваются монтажи, и когда начитывается озвучка. Озвучка каждой серии занимает почти столько же времени по работе, по записи на микрофон, сколько и ведения. Закадрового текста даже больше, чем ведения. Ну, понятно, что оно требует меньшей собранности всякой технической, свет никто не меняет, это и прочее. Вот. Но потом сценарии двух фильмов, которые в работе, и которые снимались в исключительных условиях, но опять-таки, это было пять-шесть съемочных дней. Один в Нижнем Новгороде, другой в Грузии. И вот том 27-й, 28-й, 29-й, 30-й годы сделаны уже при коронавирусе. А потом верстали на даче у вышеупомянутого Дамира Залилединова, который еще и... который еще и впустил к себе домой, потому что офисы были закрыты или там чего-то там не действовало, и мы съезжались туда, я и редактор. И на вас не давил вот этот год? Вы не переживали? Нет. Вы рассказываете так, что становится понятно, что вы фуди, путешественник, дегустатор всего. Нет, рестораны, то, что были закрыты, было, да. Поэтому, когда 16 июня открылись, прямо вот пешком наслаждаясь идти в ресторан, по бульварам до вот братьев Березусских в первый день, как только здесь их разрешили. И в Питере, конечно, было очень важно, что они выжили, где локдаун затянулся. Да, я помню, вы даже делали пост в Инстаграме с призывом. В поддержку, да, да, да. Потому что это часть русской цивилизации. Мне было бы больно, если бы они не вышли из этого. В общем, такая очень... Не вся русская цивилизация одинаково хорошо смотрится в том числе на международном, например, рынке, а русская современная высокая кухня, конечно, да. Входят в лондонские рейтинги, мировые. Есть чем гордиться. Все замечательно. Нет, вообще, когда русская частная инициатива, она очень европейская, очень западная, она поражает своей свободой. Все то, что частное в России, в сегодняшней России, я не знаю, доставка, например, да, в Москве доставка настолько выше, чем в Париже, в Лондоне, в Берлине, где угодно. Да, это правда. И вообще, всевозможные электронные услуги. А онлайн в России гораздо более развит, чем в среднем в Европе. Все то, что частное в России, как правило, очень западного уровня. Все то, что государственное в России, ниже даже азиатского. Лучше не подходить. Да, да. Это прям совершенно видно, как государство мешает гражданину. Какое отсталое государство и какой продвинутый гражданин. То есть вы хотите сказать, что, все-таки повторю свой вопрос, что вы не пострадали от 2020 года за вычетом ресторана. Нет, конечно, всякое было. И, конечно, множество неудобств. Но вот как-то крутишься каким-то тетрисом, выкладываешься в эту ситуацию. Но для меня как-то естественно преодоление. Я раза три или даже четыре, наверное, за карьеру оказывался так, что вообще все кончилось. Все. И все везде перекрыто. Ваши действия, студент. То есть вот эти какие-то ситуации, там, в дверь не пускают, значит, лезешь в окно, для меня естественны. И как-то приноровиться, и нет худа без добра, и всякие кризис очистительные, есть еще у меня такая фраза, я сам себя, я ее успокаиваю, что сейчас должно отмереть то, чего должно было отмереть. Ну, вот эти поездки в офис, и вообще сидение где-то... А у вас был офис до начала? Когда-то... Нет, нет, это давно. Эту глупость я изжил давно. У меня нет офиса 14 лет. Я тоже, честно сказать, не очень понимаю, зачем у меня есть университет. Нет, у меня вообще нет никакого служебного места, куда приходить. И я привык, что вот самсонайт серый, чемодан самый большой, его бегемотом называют, но все равно это влезающий, там 23 килограмма, я могу с ним, у меня отработанная есть методика, я могу с ним переехать в куда угодно, точно так же там разложиться, мне нужно 50 сантиметров тут и 40 сантиметров тут, и все. И все у меня будет. А вообще, вообще-то все в телефоне, ну, просто им не очень удобно, все-таки лучше перекинуть на iPad. У меня даже нет ноутбука. Да, мне кажется, что вы задаете высокий стандарт готовности к подобного рода форс-мажорным ситуациям. Я очень давно частник. Я работаю самим собой, у самого себя. И это ощущение, что вот тут вот, ну, максимум вот еще вот тут. Я тут весь умещаюсь, и все мое дело, и все, чем я по жизни занимаюсь. Конечно, мне важно, какая среда вокруг дружественная, там, и прочее, прочее. Ну, это как-то еще можно выбирать. Но все-таки в главном, в том, что ты по жизни-то делаешь, чем ты занят-то, да? Оно вот где-то тут умещается и даже с запасом. У меня есть стандартный вопрос, который я задаю всем и всегда в самом конце разговора. Если бы вам нужно было описать, из чего вы в наибольшей степени состоите? Из каких, не знаю, культурных артефактов? Вот я, например, я, это властелин колец Толкина, ну, там и можно еще несколько объектов. Уже ли властелин колец? Уже ли властелин колец? Вот я состою из властелина колец. Ничто не намекало. Я гений маскировки, да, тем не менее. А вот что, из чего состоите вы? Вот назовите, не знаю, два, три, пять, сто объектов, из которых вы состоите. Это самый трудный вопрос человека, который выпустил девятый том, из чего невозможно представить, еще труднее понять. Все не может остановиться в перечислении того, из чего. Я не знаю, как мне коротко это сформулировать. Я не знаю. Ну, во мне очень сильно ощущение, что я человек с русского севера. Это для меня очень важно. Вообще север, я все время чувствую, у меня есть даже такие понятия, что вот Улома, это деревня родовая по-фински сыра земля. Значит, вот Эстония и Финляндия это Улома пять звезд, а Швеция и Дания это Улома семь звезд, как отель Парус. То есть я все время вижу, какой-нибудь там христианей, вижу, что это Улома. Ну, просто при более счастливой судьбе Улома могла быть такая. А родовые признаки Уломы, они мне все равно там сейчас бываете в Уломе? Это до сих пор какое-то ваше живое место? Или это такая земля Леона? Нет, нынешний хозяин хутора нашего, брат, младший. Ну, там у меня есть комната, в недостроенном, правда, доме. Это четвертый, что ли, дом за то время, пока мы живем там. Нет, конечно. Ну, сейчас я был в Череповце. открывали музей Александра Башлачева, друга юности. Вот это было 7 декабря. Ну, и у мамы я был день 8, а потом переехал в Питер оттуда вот на эти мероприятия подписанных. Ну, наверное, вино, ремесло, очень много для меня значит ремесло. Я сейчас вот работаю одновременно в трех группах. То есть, есть три основных проекта и три группы, где я автор-ведущий, то, что называется, как это пишут в титрах. Да. В разных там качествах и в разных типах. Ну, это вот фильмы постоянно, это тома и это серии на медне для ютуба. Чего еще? У меня очень острые чувства России и русской современности. Я без этого не могу. Я про это все время думаю. Да. Вот мне действительно какой-то лично важно то, что вышеназванные шефы в Питере выжили. И что это есть такой кусок этой нашей цивилизации. Даже не знаю. вот и вам про грузинское много говорили столько. Ну, а из европейских, ну, вообще пенонуар. И бургундский, и Эльзас, и Австрия. Тоже очень острое чувство, что это что-то сделано лично для меня. Это лично мне улучшает жизнь, украшает ее, дает какие-то важные жизненные впечатления. И вот о каком-нибудь Пьере Фрике, с которым я не знаком, это такой эльзасский винодел. Я о нем думаю, как о личном мне близком человеке. И с грузинскими виноделами я вижу раз в 3-4 года, и вот в очередной раз в связи с этими съемками приезжал к ним в хозяйство. Но все это время, поскольку я их так доставал, всяк доставал, тут попробовал, здесь вот выпил, у меня было все время ощущение, что я с ними в диалоге нахожусь. И я их упомянул в Парфеноне. Оказывается, они это тоже видели в Парфеноне. Кто же видел. Но мне не сообщали. И тут мы вдруг говорили, что все это время, все время про нас. Как мне говорят, про вас не думать, когда вы так много для меня значите. Знаете, когда в Австрии покупаешь Читяшвили, а Яго покупаешь в Барселоне, ну, потому что видишь в карте вин, и знаешь, как это подойдет вот сюда. И они там, потому что эти заведения там, Энигма в Барселоне, две звезды Мишлена, она считает, что в разделе оранжевого должен быть Яго Бетаришвили. Я с ними согласен, должен быть. давай, неси. Я в таких отношениях пребываю в основном с писателями, понятное дело, по большей части, которых я никогда не видела. Да, да, но у вас есть этот личный какой-то контакт. В этом смысле для мне всегда кажется, что те два гусара, что мы, Толстой это написал как-то еще и лично мне. Вот, я уверен, что, может быть, даже за все время существования этого не главного, как бы, в иерархии обычной произведения Толстого, я был самым благодарным читателем, смею я надеяться. абсолютно не сомневаюсь. А уж каким перечитателем? Да, у меня тоже есть книги, про которые я абсолютно уверена, что там в начале должно было быть написано «Дорогая Галя», а то, что не написано, ну, ты просто как-то такое вот нелепое «Дорогая Галя» у кого-то это было. Ну, в общем, Анна, ну, Каренина, в смысле, она что-то сама чувствовала, что-то у Толстого, сама чувствовала, как у нее блестят глаза в темноте. Вот. И у кого-то из его современников, не помню, в общем, у кого-то это было, что-то, что качественный читатель, когда доходит до этого места, вот как мы с Толстым умеем чувствовать. Думает он про себя, потому что это становится и частью его опыта, и он представляет, что да, да, и так взволнованно, и так она в это все, и вот она в этой темноте крадется по квартире и самочувствует, как у нее блестят в темноте глаза. Как надо. Спасибо вам большое. Пусть Новый год будет лучше, чем уходящий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok